из этого вы можете для себя, какой вы можете сделать. Значит, типы ритмагнитов. Первое – это то, о чем я уже говорил, это бесплатная индивидуальная консультация, один на один. То есть, когда вы говорите, подпишитесь, оставьте свой контакт, я готова дать вам бесплатную консультацию. И это стоит делать для того, чтобы лучше узнать клиентов, особенно если вы раньше не консультировали и вы решаете становиться экспертом. Бесплатная групповая консультация. Это в том случае, если вы индивидуально консультировали, но вебинары для вас сложный формат. И опять же, перед тем, как вообще проводить большой бесплатный вебинар, продающий, хорошо бы просто регулярно, несколько раз в неделю общаться с людьми. Что-то им рассказывать, объяснять, консультировать их. И потом постепенно закрывать уже на платную консультацию. Это уже следующий шаг. Также лид-магнитом может быть какая-то очень полезная статья в PDF, либо как у нас на портале, с конкретными инструментами. То есть, опять же, вы можете, как я говорил, наш портал часто является лид-магнитом, потому что мы какие-то статьи закрываем и говорим только по доступу. Оставьте e-mail. И оставив e-mail, тогда мы вам на e-mail пришлем доступ к этой статье. Мы присылаем эту статью закрытую, а потом клиент уже смотрит какие-то другие статьи. И там еще есть далее более глубокий лид-магнит. То есть, это для такой предварительный прогрев через статью, через кейс. Это может быть глава книги или вся книга. Но важно понимать, что лид-магнит должен быть очень простым для переваривания. То есть, это максимум 15 минут, чтобы его переварить. Но и то это много. То есть, в идеале лучшее, что вы должны что-то дать, какой-то пошаговый план, какую-то схему, чтобы человек посмотрел и сказал, «Вау, да, есть смысл в этом? Да, вот я раньше об этом не думал». Или там, я вот это знал, а вот это не знал, например. Вот я до этого общался с резидентами и сказал, что вот есть три… Ну, я сначала сказал, есть пять этапов создания онлайн-шкалу. А потом говорю, нет, на самом деле вам достаточно знать три. Первый – это привлечь клиента, второй – подогреть клиента, и третий – продать. А на самом деле еще есть превзойти ожидания, оказывая свой сервис, и повторно продать. И вот когда ты даешь, это пять, человек говорит, «О, действительно, а я думал только про три». И вот такие вещи, ну, и там какая-то полезняшка. Людям помогают видеть общую, более подробную картину, увидеть, что они пропускали. И чуть дальше поговорю, еще расскажу более подробно про требования к лид-магнитам. Но это одно из важных требований, чтобы лид-магнит легко переваривался. Он должен быть легким. Особенно если вы… Ну, то есть вебинар, он, естественно, может быть сложным, потому что там плотность контакта большая. И он в онлайне, либо автовебинар, он тоже создает иллюзию онлайна, присутствия, и ощущение, что ты его больше никогда не посмотришь. А когда ты присылаешь ПДФ или какую-то книгу, человек его может отложить и никогда не прочитать, и не дойти до главных триггеров ваших, для главных психологических крючков, которыми вы будете человека подталкивать к покупке. Тип лид-магнита распространен. Это пошаговый план, люди его очень любят. Карта мысли, как правило, это какая-то тема и разветвленные направления этой темы, которые нужно познать. Это какой-то проверочный список, их называют чек-листами. Это может быть какая-то формула, какой-то шаблон, рыба, к примеру, договора кого-то с кем-то. Это уроки или серия уроков. И это может быть закрытый интервью с каким-нибудь гуру, известным человеком на рынке, экспертом, который не найдешь в интернете и получишь только, если оставишь свой e-mail и телефон. Это самый распространенный работающий тип лид-магнитов. Важно понимать еще, что эти типы лид-магнитов, они могут быть поданы в разных форматах. К примеру, они могут быть живые. Это может быть живая бесплатная консультация по телефону, по скайпу, по зуму. Это может быть живой вебинар, это может быть живой лайф, это может быть живой марафон, это могут быть живые уроки, также в вебинаре, к примеру. Также это могут быть в переписке. То есть переписка тоже живая, ручная. Она отличается от чат-бота, потому что чат-бот это заранее запрограммированный. А переписка живая, ты говоришь, напишите мне в WhatsApp, и я вас проконсультирую в WhatsApp. И либо вы там в начальном этапе самостоятельно отвечаете на эти все вопросы, то есть вы реально ведете консультацию человека и нарабатываете, сами набиваете руку. А потом, или когда вы уже много консультаций провели сами, давно, и вы можете сформировать какую-то консультацию типовую с какими-то разветвлениями, то есть такой скрипт консультации. Вы можете посводить своего ассистента, либо прям нанять консультанта, который бы консультировал бы в соцсетях и постепенно двигал бы человека, потому что человек купил бы вашу либо платную консультацию, либо вебинар, потом пришел и после вебинара купил, либо вообще купил бы уже сразу курс ваш продукт. Значит, формат еще – это имитация живого. То есть важно понимать, что живые форматы продают лучше всего, потому что ты там взаимодеешься с клиентом. То есть даже если ассистент переписывается от вашего имени, или он может представляться, что он ассистент, то есть даже когда он представился, что ассистент, уже все, как бы человеку менее интересно. Поэтому часто пока в Рунете люди не говорят, что это пишет ассистент. Часто просто пишут от имени, как будто это эксперт. Но здесь важно понимать, что какая разница. Скрипты ответов сформировал сам эксперт, а ассистент просто выполняет функцию такого робота, но живого робота, потому что чат-боты всегда видно, что это чат-бот. И иногда просто меняет обращение, иногда делает какие-то ставки, шутки, если он такой уже консультант, более опытный и может позволить себе какую-то импровизацию. Соответственно, имитация живого, там уже эффективность похуже с точки зрения на сотню, к примеру, посетителей автовебинара либо автомарафона, там процентов на 20, на 30, иногда на 50, конверсии хуже. Но из-за того, что эти форматы, они могут быть несколько раз в день, ежедневно, вне зависимости от того, какое настроение у эксперта, то в целом их эффективность выше, потому что, ну, валово, то есть, возможно, их там прибыльность на вложение ниже, потому что конверсии ниже. Но из-за того, что это массовая более штука такая, которую можно масштабировать, эффективность высокая, выше в вале. И если еще подключать отдел продаж и дожимать потом в индивидуальном переписке, в индивидуальных общениях, то, соответственно, потом конверсия повышается. Чат-боты. Туда можно перезалить всю консультацию, но чтобы бот консультировал, и это не нужно скрывать, что это бот, а просто говорить, что нужно назвать это ботово. Бот, например, если вы эксперт Михаил, то вы можете назвать бот Михаил. Вот как у Тинькова, у них бот Олег. В Тиньков банке бот Олег. Ну, такой типа, а-ля, вот Тиньков Олег, вот его там, он отвечает на вопросы, бот Олег. Могут быть записанные форматы, записанный вебинар, то есть вы отправляете просто запись вебинара, чтобы люди посмотрели. Это запись интервью, выступление. То есть это как литмагнит. Хотите получить запись вот такого полезного вебинара, оставьте свой e-mail, оставьте свой телефон, вам пришлем на почту этот формат. Марафоны. Марафоны могут быть, вот так вверху написано, в живых. Это могут быть живой марафон. Это марафон, к примеру, вебинарный, либо уроковый. Но они могут быть и предзаписаны. То есть, соответственно, предзаписанные вебинары, автовебинарный марафон может быть, текстовый марафон может быть. Есть экзотические форматы литмагнитов. К примеру, закрытый фильм. То есть трансляция, то есть чтобы людей не вводить в заблуждение, что это как бы живой вебинар, а не автовебинар. Люди транслируют фильм, но фильм должен быть прям снят профессионально, потому что в автовебинаре там хорошо, что есть взаимодействие. Ты удерживаешь клиента, удерживаешь следов, они между собой общаются, ты отвечаешь на вопросы, и они понимают, что они сейчас живем сидят, и вот творится история. А в закрытой трансляции фильма там уже должны быть какие-то прям драматургии, стори-тейлинг, там уже вообще более профессиональный уровень. Но он и выглядит более корпоративно, там меньше манипуляций с точки зрения того, что вот автовебинар, все равно там есть элемент введения в заблуждение, что люди находятся в живом, в живой трансляции. И также экзотическим, вот один из наших резидентов, он изобрел текстовый вебинар в Телеграме. Это парень из Таджикистана, по-моему, а нет, из Узбекистана, Улубек. И Улубека тогда еще, вот когда он только к нам пришел, около двух с половиной лет назад, у него был такой нормальный узбекский акцент, вот. И он его стеснялся. И он пришел к нам резидентом и решил попробовать протестировать вебинар в Телеграме текстовый. И отлично, и он продал на первый миллион рублей буквально на второй месяц резидентства у нас в Акселераторе. И с тех пор появились текстовые вебинары, это очень интересно. И гибридные форматы, это вот когда ты делаешь лид-магнит, вебинар плюс PDF. То есть ты говоришь, ну, я чуть позже покажу, как мы делаем. То есть люди, кто-то не хочет приходить на вебинар. Кстати, вебинары поэтому сейчас иногда называют мастер-классами, лекциями, семинарами. И кто-то не хочет приходить на вебинар, но PDF бы получил. И он получает PDF, а потом смотрит, блин, классный PDF, пойду-ка я на вебинар пойду, схожу. И таким образом повышается сначала конверсия лид-магнита, потому что он такой двойной. И потом повышается доходимость до вебинаров. Поэтому гибридные модели, если вы изобретете что-то новое, вот такой лукбек. То есть нужно, важно понимать, что лид-магнит, он должен быть вот типа такого, который интересен людям. И здесь самые распространенные типы, которые популярны и пользуются спросом у людей, на которые они подписываются. И это форматы, и гибридный формат показывает высокую эффективность, потому что ты даешь и PDF, какую-то книжонку, к примеру, и приглашаешь на вебинар, и между этими лид-магнитами есть синергия. Носители лид-магнитов. Соответственно, лид-магниты могут присылаться по почте, вы получаете почту и отправляете на почту. Могут быть отправлены через телефон, ну, соответственно, смс, ватсап. То есть оставьте свой телефон, я вам пришлю ссылочку на какую-то полезняшку. Почему телефон? Потому что телефон более твердый. То есть почта там спам, а когда через телефон, то вы можете дозвониться. Поэтому телефон более твердый, потому что вы можете не только отправлять сообщения, но вы можете еще и звонить. Телеграм-канал, там тоже высокая открываемость, это как альтернатива почте. Потому что почты у людей много, как правило, есть специальная спамовая почта. А так как телефон один и телеграм-канал тоже один, то у человека получается выше фокус внимания на телеграм-канал, чем в почте. Там открываемость выше. Вы можете также брать мессенджеры и отправлять вручную. Ну, к примеру, там, консультация, либо какая-то переписка. То есть получить что-нибудь через мессенджер, даже ту же PDF. Можно не на консультацию в мессенджер гнать или в социальную сеть, а на то, что хотите получить, напишите мне в мессенджер, я вам пришлю PDF-ку. А потом, когда пришел, прислал PDF-ку, ты можешь уже интересоваться, ну, как вам PDF-ка, а для чего вам нужна она была. И начинаешь уже взаимодействовать и выводить на консультацию. Чат-боты, соответственно, это автоматизированные, можно сказать, про продажи консультаций, или завод на вебинары, или на урок, вывод с почкой, или на марафон. Соответственно, в соцсетях, как носитель, вы можете попросить подписаться и выкладывать туда уроки, но, опять же, для этого нужно, чтобы у вас вовлеченность в социальных сетях была высокая, потому что если она низкая, если у нас там есть, к примеру, тысяча подписчиков, но вас лайкает там 10, 20, 30 человек, то вовлеченность очень низкая. То есть нужно стремиться к вовлеченности 10%. Если она там 5-10%, то значит, хорошая, тогда можно и людей просить подписываться, и тогда они будут ваши видители-магниты. YouTube, соответственно, вы можете выкладывать свои лид-магниты на YouTube, потом давать ссылку, например, закрытую ссылку на YouTube. Это могут быть пуш-уведомления, то есть вы можете просить подписаться на такой инструмент, когда вы смотрите, к примеру, какой-нибудь новостной портал ведомости, к примеру, и он говорит, подпишитесь на обновление, а потом вы написали подписаться, и потом, когда выходит новая какая-то статья, у вас сразу уведомление. Хоп, новая статья, хоп, новая статья, хоп, новая статья. Также и у вас подпишитесь на уведомления. Это то же самое, как на Telegram-канал, так и на пуш-уведомления. И когда на портале, к примеру, у нас появляется что-то новое, или мы хотим что-то порекламировать, в браузере у человека поднимается пуш-уведомление, что Excel выпустил что-то новое и приглашает вас куда-то. Такой уже более продвинутый носитель лид-магнитов – это приложение в Android, в iPhone. И там ты тоже говоришь, если хочешь получить какую-то полезняшку, скачай приложение, и в приложении там есть уроки, и ты будешь смотреть эти уроки в приложении. И преимущество в чем, что потом у человека в iPhone появляется ваша иконка, и если он разрешил пуш-уведомление, то у человека будет вылазить тоже уведомление на телефоне, и что Excel что-то новое сделал. Ретаргетинг – это значит, те люди, которые приходили к вам на посадочные страницы, на портал, вы можете по ним показывать рекламу. То есть это такой тоже продвинутый способ, когда вы понимаете, что у вас очень много, у вас уже тысячная база, там десятки тысяч людей, но они очень разветвленные. И, естественно, e-mail там читает, там 10% людей только открывают письма, читают. В Telegram – там 30% людей. Вроде на три раза больше, но все равно 70% людей теряется. Там SMS тоже не все хотят открывать. Поэтому вы включаете ретаргетинговую рекламу и говорите, «Эй, я выпустил новую статью, иди ее посмотри, это статья о том-то, том-то». Либо «Я записал интервью с новым резидентом Excel, иди посмотри ее». И уже вы платите деньги за рекламу, но уже к более релевантной аудитории, которая уже предфильтрованная тем, что она уже заходила и интересовалась, и она есть у вас в базе. И мультиформаты – это для тех, кто понимает, что все, я уже там хочу расти, и нужно использовать все. Вот то, о чем я пишу, мы практически все используем, кроме приложения на iPhone, и то у нас есть приложение по конференциям, и иногда мы там рекламируем что-то новое. Поэтому мы все из этого пробуем, перепробуем. Но что еще важно, что все равно что-то из этого лучше всего работает. К примеру, уже давно есть мода на чат-боты, но она уже прошла, потому что чат-ботов действительно, и у телеграм-каналов, у них высшая открываемость информации. Но все равно как бы почту открывает те, кому интересно именно. Поэтому да, телеграм-каналов они открыли, посмотрели, но не перешли. Они просто открыли, чтобы оно не висело там, чтобы оно было там, не мельтешило, что вот я не прочитал это. Поэтому оно как бы открыто, люди порядок больше ведут в телеграме. Помните, раньше, когда у вас была почта, у вас все письма раньше, лет 5 назад, все письма были прочитаны, у вас был порядок в почте. А сейчас там много непрочитанных у меня сообщений. Но те, которые мне нужны, я специально пролистываю, нет ли там сообщений от того, кто мне интересен. Поэтому мультиформаты нужны до всех со временем, при масштабировании. Но важно понимать, с чего вы начнете. И почта – это самый простой инструмент. И личные сообщения в социальных сетях, в мессенджерах. Потому что на первом этапе, когда вы только учитесь, не пытаетесь, если вы знаете, вы только начинаете свой путь экспертный, вы только начинаете свой продюсерский путь, надейся на лучшее, готовься к худшему. Надейся на лучшее, что вот сейчас вы там проведете вебинары, и как процента 2-3-5 резидентов, у вас сразу будет там 500 тысяч выручки на потраченных 100 тысяч рублей на рекламу. Но это все равно, это небольшой процент. А для того, чтобы вы попали в этот большой процент а-ля везунчиков, но эти везунчики, скорее всего, имели большой опыт перед этим взаимодействовать со своей аудиторией, они ее понимают. Поэтому наша задача – это такой тестовый запуск делать. И этот тестовый запуск часто можно делать через консультации. Поэтому сначала вы поймите, что в тестовом формате вам нужно самим много переписываться, не нужно тратить время на изучение автоматизации, это все дело, ручное переписывание для тех, кто только начинает свой путь. Тогда вы не будете себя загонять в какую-то спешку, но вы будете нарабатывать понимание, чулку на взаимодействие с клиентом, понимание клиентов, и сможете на их языке делать маркетинговые материалы. А это очень важно, потому что, как вот позже я вам покажу, мы сегодня поговорим про декомпозицию, важные элементы, про воронку. И вот эффективность воронки, она зависит напрямую от того, насколько вы хорошо понимаете своих клиентов, насколько вы на их языке говорите. Потому что людям продать что-либо легко тогда, когда вы их понимаете, понимаете их боли, понимаете, что они хотят. Когда вы понимаете, что люди хотят, о чем они мечтают, и можете это на языке понятным им донести, тогда они будут. Требования к литмагниту. Первое – он должен быть полезным. Он реально должен быть полезным, при этом он должен быть легким. То есть это, ну, вот вы можете, там, знаете, шпината есть и переесть, то он станет неполезным. Соответственно, вот литмагнит, особенно вот первые письма, ну, к примеру, как вот в Акселе, я чуть позже вот расскажу, как мы делали наш литмагнит, пошаговый план создания онлайн-школы, он облегченный. И он облегченный для того, чтобы людям легко было переварить, и чтобы они не наелись. То есть они должны вкусить и сказать, вау, как вкусно, и захотеть продолжить. И дальше они попадают уже в бесконечную воронку. То есть ты, это такой флирт, заигрывание постепенно. И перед тем, как перейти к более плотным отношениям, тебе нужно позаигрывать. И литмагнит – это вот такое легкое заигрывание, чтобы человек проявил интерес, проявился, да, мне интересно. Ты говоришь, у меня чуть-чуть есть. Он такой, ох, ты, интересно посмотрел. Хм, да, что же там глубже? А ты говоришь, а вот глубже больше. А потом и постепенно ты подходишь так к покупке. Вот, поэтому литмагнит важно, чтобы он был легким. При этом это не значит, что вебинар легкий. На вебинар уже приходит более зрелая аудитория, которая решает потратить время. И вебинар – это тоже как литмагнит, но вебинар, он еще, как правило, ну, после того, как ты в вебинаре дал какую-то пользу и разогрел людей, то вебинар уже какой-то. Ты сначала влюбляешь в будущий результат, показываешь, что человек может получить, а потом даешь ему какой-то контент, потом его еще раз больше влюбляешь, потом подводишь его к продающей части. Поэтому вебинар – это не только литмагнит, это уже и продающий, подогревающий инструмент. Соответственно, и поэтому сам первичный литмагнит, он должен быть легкий. И важно, чтобы он решал какую-то боль. Он может решать боль, ну, очень поверхностно. То есть он, вот как я говорил, к примеру, есть три основных шага в создании онлайн-курса. Это привлечь аудиторию, подогреть аудиторию и продать. А дальше есть еще превзойти ожидание клиента, оказывая ему сервис, и сделать, чтобы люди совершали дополнительные покупки, чтобы были у вас возвратные покупки. И таким образом появляется там пятиходовка. Ты рассказал про три, говоришь, на самом деле есть еще вот это. То есть ты рассказал, вот я, к примеру, литмагнит, я могу сказать про один, два, три шага. Сказать, ну, ребят, вы самое главное не понимаете, что вы можете тратить слишком много в рекламу, если вы не будете оказывать хороший продукт. И самые прибыльные клиенты – это возвратные покупки, те, кто у вас снова что-то покупает. А для этого вам нужно произойти ожидание. И начинаешь уже, ну, как бы людям говорить, если хочешь узнать об этом, приходи на вебинар, мы про это расскажем. И тогда ты заинтересовал человека, и тогда высшая вероятность, что он придет к вам на вебинар. И поэтому важно понимать, что решая какую-либо проблему, либо отвечая на какой-либо вопрос, вы поднимаете более важный вопрос и раскрываете более важную проблему, которая стоит перед человеком, и человек, возможно, ее даже не знал. То есть люди, которые не глубоко в тематике, они не знают, чего они не знают. И они думают, к примеру, знаете, вот как в онлайн-школе, да, очень многие люди, перед тем, как, ну, решиться создавать онлайн-школу, им важно понять, вот какую нишу им выбрать. А как вот, ну, мы часто говорим, что это не принципиально. Принципиально начать тестировать, потому что принципиально научиться всем механикам продажи и предоставления продукта в онлайн-образовании. А какая ниша – не принципиально, потому что часто, ну, как правило, люди вначале делают ошибки большие. Но эти ошибки, они не ошибки, они уроки, потому что они продолжают вести дальше человека. Поэтому у нас есть лид-магниты по выбору ниши, мы часто об этом говорим на вебинаре, но при этом мы понимаем, что это неважно, и мы завлекаем, мы решаем эту проблему, описываем, что, ну, не принципиально какая ниша, а говорим, а принципиально это потом, там, как привлекать аудиторию, как ее подогревать. И человек понимает, ой, действительно, ниша, да, нишу-то легко-то выбрать, а потом вот это все нужно знать. И ты показываешь область неизвестного. Вот, то есть есть область известного для человека, ты на нее привлекаешь, ее структурируешь, ему помогаешь быстро навести порядок, говорить, сказать, оп, да, то есть, ну, ребята молодцы, да. Я вот как и думал, почти как и думал, вот здесь еще вот спасибо, молодцы, да, классно. То есть ты, как бы, ну, по сути, чуть-чуть им раскрываешь какую-то там тематику, дальше говоришь, ребят, ну, самое-то важное – это другое. Вот, и открывается новая проблема. Издание такие, о-о-о, пойду-ка я его узнаю подробнее. Вот, таким образом он сел на крючок интереса, и дальше вы его уже ведете более глубоко в ту нишу, в которую вы хотите его привести, к тому результату, который, и уже показывает, какие результаты он может добиваться, обладая вашим продуктом. Сейчас пример, который мы приводим на продающих мастер-классах, я его решил еще и здесь привести, просто донести, что если моя теща смогла…